Объявляют, что разрабатывает комплекс мер по борьбе и поддержке, и для него этот тоже тест уже Мишустин пообещал проверки, как платят зарплату, нет ли увольнений под предлогом кризиса. Уже Силуанов подсчитал, что денег на все выплаты хватит и обнулил все таможенные пошлины, навозимые медикаменты. Уже создан запас в 700 тысяч тестов. Уже школы и вузы на каникулах, театры, музеи, бассейны, фитнес-центры на замке. Приезжающих в страну сажают на карантин, остальных попросили сидеть дома с семьей. Работать по возможности тоже из дома. И это уже тест для нас. Готовы ли мы быть самостоятельными? Или нас нужно обязательно заставлять вести себя безопасно, как тех, кого в Москве ловят за нарушение карантина по камерам слежения. Причем поймали уже больше 200 человек. Все взрослые люди. Да, правительство пообещало, что при необходимости меры безопасности будут усилены. Сейчас органы борьбы это Координационный совет во главе с Мишустиным и у него ежедневные заседания, оперативный штаб во главе с Голиковой и рабочая группа госсовета по связи с регионами, которые курирует Собянин. Да, Путину уже показали информационный центр, который мониторит ситуацию в реальном времени. Практически каждый чек, чтобы не поднимали цены, каждый прилавок, чтобы подвозили продукты, каждую новость о вирусе, чтобы не было фейков. Это уже жесткий тест для нас на доверие к официальной информации и для власти на открытость. Путин об этом говорит на совещании с правительством. Нам именно сейчас нужно удержать ситуацию. Я прошу и граждан страны отнестись к предпринимаемым шагам с пониманием. Сейчас просто незаменимо востребована наша солидарность, собранность, ответственность и дисциплина. Готовность поддержать друг друга. Те качества, которые позволяли нам преодолевать любые трудности, как это принято в большой хорошей семье. Нам, очевидно, сейчас нужно наладить работу совместно, на всех уровнях. Вместе нужно решать эту задачу. Проявить особую заботу о пожилых людях, о детях. Сделать всё, чтобы максимально их защитить. Все мы сейчас должны действовать осознанно, организованно, ответственно, с пониманием обстановки. С заботой друг о друге. Это главное. В нынешней ситуации. Это то, к чему сейчас всех призывают во всех странах. Путину уже позвонил Си Цзиньпинь, поблагодарил за поддержку, пообещал сейчас помочь советами и разработками. И вот тут главный вопрос. Почему после Китая самая страшная вспышка именно в Италии? Там же просто ад. Премьер Конте уже обзванивает всех мировых лидеров, включая Путина. Просит любую помощь. От нас в Ломбардию уже вылетел отряд военных вирусологов. И такой же отряд направляется с Кубы. Миссия солидарность, как в давние времена. И получается, что это рождение нового мира застало саму Европу врасплох. Идея братской семьи народов закончилась идеей каждый сам за себя. Маневры НАТО, защитники Европы отменены. Швеция пытается напомнить, что русская угроза у нее прямо на пороге. Это никому не интересно. Словакия пыталась закупить партию масок у Украины. Ее перекупили немцы. Британия попросила своих граждан за рубежом там и оставаться. Некому их возвращать. Самим страшно настолько, что на Темзе уже ставят два круизных лайнера, превратят их в плавучие больницы. И фотографии плачущих британских медсестер, которые вернулись после суток, а в магазинах ни куска хлеба, ни рулона туалетной бумаги, как ответ Джонсону, уверяющему, что Британия не боится нехватки всего после Брекзита. И Фигаро уже пишет о том, что новый мир – это мир расслоения. Мир, в котором богатые покупают личные аппараты для вентиляции легких, уезжают в загородные дома на карантин, бедные остаются и идут на работу. Но Норвегия уже запретила переезжать, чтобы все были в равных условиях. Мир, в котором первыми уже тесты получили знаменитости, но испанские футбольные клубы отдали их обычным людям. Мир, в котором молодые отказываются уезжать с пляжей и прерывать отпуска. Но крупнейшие фабрики модных духов начинают выпускать обеззараживающую жидкость, чтобы раздавать ее бесплатно. То есть именно сейчас идет проверка европейских ценностей, о которых все так любили рассуждать. Валерия Алехина пыталась понять, как Европа сдает этот тест. Ведь, кажется, страшнее ей не было со времен Второй мировой. Это кадры из итальянской больницы отделения интенсивной терапии. Инфицированных коронавирусом здесь уже столько, что койки с пациентами стоят даже в коридорах. Почти каждый больной подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У большинства из них пневмония. Таких пациентов очень-очень много. Это огромный удар для любой системы здравоохранения. Медики работают на пределе своих возможностей. Говорят, у нас больше нет смен графиков, нет хирургов, терапевтов, медсестер. Мы все теперь просто врачи. Одна команда, которая борется за жизни людей. Но в Италии на станциях интенсивной помощи только 5000 коек. Не хватает медоборудования. Самое страшное, врачи теперь вынуждены выбирать, кого спасать в первую очередь. Буквально по законам военного времени. То есть тех, у кого больше шансов выжить. Я никогда не чувствовал столько стресса в своей жизни. Наших ресурсов недостаточно. Мы делаем все, что можем. Но этого мало. Пока в Италии мало ресурсов для борьбы с коронавирусом, в России пьяные, обыдревшие люди на окраинных городах, нарушая все мыслимые и немыслимые правила ПДД, гоняют на своих машинах, ругаются матом. И все для того, чтобы найти этого самого коварного супостата коронавируса COVID-19. И вместо этого они находят закладку с неизвестным веществом в кустах. Под песню заражают нас все вируса. Я сегодня дома уснусь и в больничке я прознусь. И вот такая вот сегодня я, Ирада Зейналова. Такие вот итоги недели зараженные коронавирусом. Значит, нет, не с этого хотел начать. Не с ипотеки этой, не с этой рекламы. Так, так, так. Что ж такое? Вот что значит, плохо подготовился? Так. Сейчас, сейчас. Ну, найду. Вот, нашел отлично, все. Итак, как вы уже видите на своих экранах, Москва может полностью закрыться на карантин. Я понимаю, что это всего лишь слухи, что правительство Москвы уже это все провергло. Но мы ведь помним, как нам разъясняли политологи, что Путин уйдет после 2024 года, что в Крыму в 2014 году нет никаких российских войск и прочее, и прочее. В любой момент будьте готовы к тому, что власти закроют столицу нашей Родины. Самый крупный город-мегаполис России на въезд и на выезд. Так что к этому все равно надо быть готовым. В ближайшее время в Москве будут прекращена работа общественного транспорта, в том числе и метро. Так что на работу придется добираться на своих двоих. При этом я сам бы этому не поверил. Может, какие-нибудь тролли гадят. Но все-таки нет, нет. Пишут обозленные граждане в твит Собянина требования закрыть Москву, закрыть метро. Закройте столицу, господин мэр. Закройте метро. Ну что ж, эти люди никогда на своих двоих видимо 10 километров не передвигались. В московском метро из-за закрытия, точнее ограничения доземного общественного транспорта уже лютые людские пробки до станции метрополитена. И это действительно идеальная сведа для распространения коронавируса. Закрыть город планируется в течение двух недель после выпуска этой программы. Об этом рассказал ведомостям, не мне, ведомостям. Несколько тайных агентов ведомостей не в мэрии Москвы о федеральном правительстве РФ. А еще информаторы ведомостей не исключили закрытие всех предприятий и организаций города Москвы. Для населения будут открыты лишь аптеки и магазины. Никаких посиделок в кафе и фудкортов нет и не будет. Разглавие жестко будет просекать. Но на улицу пока еще не запретили выходить молодежи. И вот представьте это толпа молодых агрессивных людей для которых фудкорты и кафе все равно что второй дом в случае ужесточения у мер будут расхаживать на улице и плевать на всякие запреты с прогулками до Красной площади и до Старой площади как это было в прошлом летом. Там находится на Старой площади администрация президента. И все это будет не потому что какой-то там Навальный или Собчак призвала на митинг а просто потому что все работы закрыты и все развлечения тот же. Что же остается делать молодежи? Правильно устраивается революцию на фоне коронавируса. Вот такие непредсказуемые последствия могут быть из-за всемирной пандемии. Понятно почему не вводят полный режим изоляции Москвы. Ведь Москва это самый протестный город. А карантин может подстегнуть протест. И тут води комендантский час не води не поможет. Это лишь озломит возбудит и без того возбужденных граждан. Но все таки тоже представьте тех людей которые вышли из дома будут хватать полиция и Росгвардия. В случае закрытия Москвы и сажать и давать 30 суток ареста жестко жестко и конечно же полицейская сила рождает анархическое противодействие. вполне семья надшим гордо куда не доедут патрули Росгвардии Москвы могут собираться ну не то чтобы банды а те кто считает что самым жесткий режим не поможет и вот находиться дома 24 часа это уже тупо арест лайт за ни за что и ни за ничего даже на фоне смертоносного вируса который блуждают по столице а пока что МЧС Министерство обороны и готовится готовится и уже почти готовы к выполнению своих прямых задач по отцеплению отчуждению Москвы от остальных регионов к счастью пока еще на данный момент число самолевших не превысило определенного порога при котором вводится комендантский час и войска в город еще одна проблема не связана с полицейскими мерами страх страх велик более 13 тысяч москвичей сообщили о добровольной самоизоляции вдумайтесь 13 тысяч работоспособных москвичей просто заперлись дома и наделали в штанишки от этого самого коронавируса и не хотят выходить на улицу причина страха людей связана с тем что в Москве могут быть больше число заболевших чем об этом официально сообщают власти сами могут заразиться не выезжая в Китай или Италию а все в том же метро могут подхватить обычной ОРВ нужно любой ценой остановить распространение страшного и опасного коронавируса в России а любой ценой это в России 28 миллионов жертв мирного населения как мы знаем из уроков истории сейчас же о Москве анализ на коронавирус принимает в больнице в коммунатке и горбольница номер один однако если люди сами захотят провериться то как они туда доедут при ограничении наземного вида транспорта ну кроме как не на метро а значит много многие так и останутся дома непроверенными на коронавирус изначально Москва планировала вести локальный так называемый веерный карантин в нескольких районах Москвы потом Собянин ввел запрет на все массовые мероприятия на улицах затем запретил посещать школы и больницы потом закрыл библиотеки сейчас говорит что жителям пожилого жителям пожилого возраста лучше остаться дома а тех кто не останется дома будет хватать розгвард и полицию с криками ну че бабуля дожила до пенсии сиди дома и не высовывайся так что все идет по нарастающей и как как бы в самом конце естественно Москву закроют на въезд и на выезд блокпосты на пересечения улиц города и нельзя будет ни въехать ни въ не уехать так что готовьтесь москвичи скупайте гречку блумберг назвало рубль второй по волатильности валюты мира для начала стоит разобраться с терминологией волатильность это изменчивость это статистический финансовый показатель который характеризует изменчивость цены на что-либо в случае российской экономики когда волатильность растет она в России достигла второго уровня в мире после Мексики то национальная валюта падает то есть чем выше волатильность тем больше будет падать валюта в частности рубль а у нас рубль занял второе место в мире по волатильности такая ситуация невыгодна инвесторам и они уходят с рынка текста где волатильность достигает пика как в России активы инвесторов просто теряют в цене именно это сейчас происходит в нашей стране результатом этой волатильности обычно бывает рост потребительских цен на товары и услуги в 15 раз грубо говоря чем ниже рубль чем больше он падает тем сильнее растут цены и я хоть обзываю россиян тупоголовыми но они хорошо об этом знают чувствуют что называется спины мозгом и штурмуют магазины ведь завтра цена например обычного хлеба в регионах России может достигать 150 рублей ну что довольны не говоря уж про товары народного потребления смартфоны планшеты телевизоры стиралки и так далее по списку причиной столь высокой волатильности рубля стал этот самый еще раз коронавирус и разрыв сделки по опеку в результате чего курс доллара и евро подрос до 80 и 83 рублей соответственно а тем выше доллар и евро тем меньше реальных денег на счету у россиян да и просто в кошельке плюс возвратные цены плюс возрастание цены а вот мы получаем и вот мы получаем неизбежный дефицит российского бюджета из которого идут крошечные копейки на пенсии зарплаты учителям военным полицейским врачам и далее по списку дыру в российском бюджете уже сейчас закрывают из фонда национального благосостояния но если кризис затянется рано или поздно но как раз к 2024 году фонд национального благосостояния опустит и как следствие не из чего будет выплачивать пенсии и зарплаты это коронавирус российской экономики прогноз по российскому рублю крайне негативен прогноз по доллару и евро крайне позитивен разрыв происходит разрыв шаблонов Сечин и Путин думают что российский рубль выдержит конкуренцию доллару и евро а на самом деле он конкурент только мексиканскому песо единственной валютой в мире которая обогнала российский рубль по волатильности но вы скажете Мексика это вам не Пакистан и не Афганистан и будете правы однако в Мексике как и в России процветает бедность 45 жителей Мексики живут в нищете в Мексике как и в России усилились нищета и бандитизм в городах в Мексике как и в России высокий уровень коррупции однако Россия есть куда еще расти в кавычках в Мексике есть проблема которая пока нет в России но ждет ее это голод так что символично что Мексика и Россия два этих государства идут по большому счету на дно к медузам в России уже надевают и самое главное изготавляют футболки с надписью верю в рубль и тех кто надевает эти майки активно избивают активисты движения серб на улице за стеб над национальной валютой некоторым совсем неграмотные чиновники требуют от брокеров чтобы рубль на торгах опередил такие мексиканская песса и вышел на первое место по волатильности не понимает что это своеобразный антирейтинг из-за из-за этой волатильности рубля разрушаются заводы и фабрики уничтожаются сельское хозяйство в России вот прямо сейчас когда вы там сидите добыча нефти и газа будет стоить в самой России еще гораздо больших денег чем сейчас а это основной источник дохода в бюджет но наш вождь недавно огорошил всех он сказал мол тьфу на санкции тьфу на экономику в России тьфу 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 может быть тогда на самом Владимира Владимировича вы скажете тьфу тьфу и люди уже готовы ехать в Китай в Ухань уж лучше угроза вируса чем угроза пустых желудков и холодильника тем временем в Ухане этой самой нефти ну просто завались поставляет ее Россия в Китай а в России очереди на бензозаправках так что если у вас есть токопление в рублях и вы не живете в России то строго настрого избавляйтесь от рубля избавляйтесь эта бумажка которой сейчас можно только подтереться в обменниках мир колбасит а Россия стабильно падает вниз при сказочном обнуленном президенте для которого что вирус тьфу что тьфу тьфу обнулиться и что бруб не стал деревянным уж совсем идем к следующей теме тоже не связаны коронавирусом с коронавирусом смотрите я набрал такие тем которые не связаны не все они не связаны но некоторые есть которые не связаны с коронавирусом может быть даже хлеб подешевеет двоюродный племянник главы государства ну или попросту царевич роман путин идет в политику он также как и владимир владимирович служил в фсб ну как служил был так сказать генеральным сынком от которого больше вреда чем польза роман путин принял решение создать свою партию и пробираться в госдуму и что там не подсказывает он это с легкостью сделает не моргнув глазом в то время как остальные кандидаты будут проходить всякие цики панфиловы и успешно не пройдут сам роман путин говорит что он как простой гражданин ну да самый простой гражданин из фсб который отжал бизнес и сам стал бизнесменом не говоря уж про фамилию самый простой гражданин который вдруг ни с того ни с сего на конце четвертого срока нашего императора решил пойти в политику ну да самый простой имеет право выдвинуться вместе в своей партии в пример роман путин ставит США где было есть клан буши губернаторы сенаторы так то но так но это все как раз и называется клановостью или дальше мафией роман путин намекает что члены одной семьи могут даже конкурировать между собой у них могут быть различные политические взгляды на жизнь коммерсант спрашивает обсуждали ли роман путин своего движения с администрации президента ну то есть с племянником с дядей ну то есть с владимиром путином и здесь вот роман прокалывается он уходит от ответа мол дескать да у нас свободная страна и все такое но если администрация то есть дядя позовет то почему бы и не посотрудничать другими словами да роман путин обсуждал это с владимиром путином и владимир путин самый главный путин судя по всему дал на это добро так что чекист из романа был действительно никудышный и несмотря на покровительство родственников его выперли из фсб новоиспеченная партия романа путина царевича нашего будет поддерживать политику президента в целом кто бы сомневался ой ну да ну зачем же нам новая единая россия нужна а вот нужна родственников президента пристроить она же нормальные люди они нормальные люди уже не хотят числиться в партии жуликов и воров поэтому роман путин двоюродный брат президента создает новую партию но все-таки есть некоторые отличия его партии от действий президента и от единой россии это отличие будет том что партия романа путина будет бороться с популизмом то есть с лдпр и лично с владимиром вольфовичем жириновским тут мне вспомнили слова дяди романа владимира путина о том что есть жириновский значит есть лдпр в госдуме нет жириновского пошла партия вон из госдумы вот такая демократия в россии кроме его кроме партии романа путь кроме борьбы с лдпр партия романа путина будет бороться с каким-то мнимым большинством и возвращать доверие партии единая россия у народа ой ну просто супер одна партия племянника путина будет возвращать доверие другой партии путина а как как вам российская демократия в действии и пяти минут пяти минут карл не прошло как партию романа путина уже поддержали сорок пять регионов россии да целых регионов россии потому что сами понимаете племянник коль кого на царском троне сначала у нас были рюриковичи зачем романовы потом генсеки а сейчас будет путины один пучин будет сменять другого путина на посте роман путин обещает ману небесную населению дешевый хлеб ой ну точно все как по классике народу что ведь нужно дешевого хлеба и зрелищ но это уже все по 150 раз было в мировой истории и кончалось все одинаково плохо распадом империи на месте романа надо было бы поговорить со своим дядей об дешевом хлебе для населения не создавая никакую партию и тогда бы действительно к роману было бы не то отношение как сейчас но самое интересное в конце интервью коммерсанта когда роман говорит что альтернативы его дяде владимиру путину нет ну не навальный же то есть он сначала говорит что альтернативу действующему президенту нет и тут же говорит про эту самую же реальную альтернативу действующему президенту путину на сегодняшний день это только алексей навальный это все смешно если бы не было так грустно роман дальше говорит про нормального что у него не так много сторонников ну да всего-то 3 миллиона людей на ютубе подписчиков его канала а на улицах это все 33 миллиона граждан сторонников навального и спас может спасти Россию только клан Путина так что навальнята не хотят спасать клан Путина то что навальнята пока еще не хотят революции а что касается романа Путина то в конституцию вносится новая поправка да об передаче престола наследия царя России по наследству по кровяным связям по родственным связям так что операция преемник уже началась но не в том виде как мы предполагали что мол дескать какой-нибудь медведев какой-нибудь собянин ну человек приближенный станет новым вождем нет станет новым вождем родственник Путина скорее всего так оно и будет поживем что называется увидим а пока что встречайте нового политика на ваших экранах друзья двоюродный брат президента Роман Путин Та-да-да-да-тан Доктор Зло О вот главное зло этой недели очень вы наверняка наверняка слышали эту историю уже коронавирус вернемся к этой истории я понимаю что на мое здоровье вам плевать доктор Зло врач завезла коронавирус на Ставрополье скрыв свою поездку в Испанию заразив коронавирусом 11 человек пока весь мир борется с этой заразой российские чиновники специально заражают этой смертоносной бацилой людей причем делают это чиновники по профилю что называется от Минздрава на главную инфекционистку региона Ирину Санникову хотят завести уголовное дело причем вполне оправданно и заслуженно в самый разгар пандемии Ирина Санникова никому ничего не сказав полетела на 3 дня в Мадрид там в Мадриде счет умерших от коронавируса уже заскалил за сотни тысяч но Санникова решила не пропадать же отпуску вернувшись с Мадрида она уже на следующий день вышла на работу абсолютно наплевав на самоизоляцию на карантин и даже главный инфекционист то есть человек который работает с вирусами не захотел пройти тест на этот самый смертельный коронавирус то есть Санникова даже не захотела сама себе сделать тест на смертельную болезнь от которой нет пока еще вакцины то есть еще раз другими словами перед нами очередной врач которая купила диплом в переходе метро условно выражаясь при этом у Санникова звание заслуженный врач края и она летала в Испанию в то время как зарплата врачей достигает скромные 12-13 тысяч рублей это зарплата обычного врача а не коррумпированной бабы которая не захотела отменять свой отпуск захотела повидать в Мадрид в самый разгар эпидемии так что я бы еще ее проверил не только на вирус но и на коррумпированные связи ну хорошо слетала она в Мадрид а потом начала учить студентов основом профессии эпидемиолога являясь при этом носителем вируса даже доктор хаос от нее бы охренел от ее цинизма от цинизма санниковой то есть неуч учила студентов а потом эти студенты пойдут в клиники и будут нас всех лечить что называется вылечивая на тот свет от коронавируса ну после пары студентов санникова поехала в минздрав и участвовала в конференции по ситуации с коронавирусом ну да она же офигенный эксперт и печатается в научных и медицинских журналах по этому поводу ну что нет ну да якобы в ее дипломе так и написано мы привыкли рассуждать что российская медицина плоха неграмотные специалисты плохие условия больниц нет необходимого оборудования но обо всех этих вещах мы обсуждали абстрактно не вдаваясь в подробности кто во всем в этом виноват ну кроме высшего эшелона власти и почему медицина в России плоха теперь же мы знаем конкретно на примере с Саниковой кто на местах виноват что у нас медицина плоха это вот такая вот эта вот самая баба которую вы видите на своих экранах абсолютный доктор зло доктор смерти в России радость которую она проявила не знает границ сейчас это самое которая в больницах и дальше на скорой а халатность которая проявила это врач простирается в больницах и даже на скорой помощи и конечно же сокрытие информации о том что тот или иной врач осознанно или нет может представлять опасность для жизни и здоровья людей пациентов это конечно же вопиющая халатность у нас врачи не лечат у нас врачи калечат людей не все некоторые вообще действуют вопреки приказам начальства и продолжают спасать людей но увы не все такие тут важно понимать что когда тот или иной врач становится даже заведующим отделением своей больницы главврачом сотрудником уж тем более сотрудником Минздрава даже если у него есть практика и он хороший врач то все он уже не врач нет он уже чиновник а это совершенно иной умень ответственности и безответственности которые проявила Санникова а значит хоть формально и можно было но нельзя летать туда где бушует смертоносный вирус пока себе этого не могут позволить сделать рядовые врач это элементарная этика про которую Санникова не слушала и не знала Санникова просто съездила в отпуск и явно не за свой счет а за счет Минздрава и при этом руководила действиями своих людей Санниковой стало плохо с 17 марта она обратилась к врачам ибо она сама непонятно кто должность просеживала явно что но а что не не так как действовало как нормальные врачи а вот нормальные врачи как раз из-за их зарплат которых до которых Санникова летала в Бадыд сделали рентген он показал пневмонию легких потом сделали тест на коронавирус и он показал положительный результат и только после этого мерзкая вот эта самая докторесса которую вы видите на своих экранах призналась что он скрыл информацию ладно ну надо скрыть информацию но ведь заразила же специально заразила людей вот же мразь за 7 дней после испанского вояжа Санникова контактировала внимание с одной тысячи человек они потенциально могут быть заражены коронавирусом на Ставрополе специально их заражая коронавирусом расстреливать надо таких врачей как Ирина Санникова все на Ставрополе в шоке но как бы я его не критиковал за абсолютную профнепригодность но по-человечески мне ее жаль как и любого человека у которого высокая температура 37,3 37,4 и так далее власти Москвы все-таки даже если город закроют даже если патрули на улицах люди с автоматами будут целиться в ваши окна домов все равно не будут закрывать метро из-за коронавируса и на разгорелся срач в Москве надо ли закрывать метро не надо ли закрывать метро аргументы за и против я вам сейчас и проведу вот случилось что эпидемия пневопандемия метеорит на голову третья ядерная война и т.д. и т.п. а московское метро все равно будет работать об этом отрубил отзаявил Сергей Собянин но позже мы увидим как говорится уже сейчас приходит сообщение об остановках Некрасовской линии метро в Москве официально для прокладки коммуникаций но как знать по мнению Собянина метро вообще невозможно остановить ну конечно же оно же для мэра круглосуточно работает а для простых граждан всего-то с 6 до пол ночи если Собянин остановит метро то потом полгода москвичи будут его восстанавливать заявил мэр ну остановить оставить метро не значит его разрушить а консервация это на что дорогой мэр золотой ты наш мэр столицы при любой ситуации метро в Москве будет работать заверил мэр столицы а значит и в остальных регионах России тоже будет работать метро в Москве ведь все равняются на столицу на Москву слухи об закрытии метро являются чушью и глупостью но это опять таки сегодня чушь и глупость а завтра чрезвычайно чрезмерное военное положение в Москве как говорится мэр как говорит мэр поезда метро должны двигаться и прокачивать воздух для того чтобы все сети все инженерные коммуникации были в надежном состоянии с этим можно было согласиться но в условиях самоизоляции людей метро не должно возить один лишь воздух ну и дальше сугубая статистика в москве 24 заболевших коронавирусом то время как в мире это число уже достигло 300 тысяч человек в европе 128 тысяч в китае меньше это потому что в китае как раз принимают жесткие меры в россии заболело коронавирусом всего-то 300 человек что в 5 раз меньше чем в европе но все-таки режим полной боеготовности введен на всей территории уже на всей территории россии это означает что все концерты и спортивные мероприятия культурные мероприятия турниры выставки остановлены приостановлены на неопределенный срок нельзя покинуть обычным гражданам территорию россии все закрыто все изолировано слоган пора валить уже не работают те кто имел такую возможность свалились за рубеж а те кто не успел но хочет туда ждите за вами скоро придут и сошьют вам статью об лживой передаче информации по коронавирусу и поедете вы не за границу а в себе в лагеря шить маски нельзя выходить на работу все теперь только дом и прогулка на улице пока еще не запрещают гулять что это прогулок то я вдруг действительно заметил что люди соблюдают режим самоизоляции сидят дома на улицах стало меньше людей не сказать что нет людей но стало меньше и количество масс людей в масках тоже стало заметно на улицах моего родного города люди в масках стали неотъемлемым атрибутом улиц России но мы отвлеклись от темы метро которое все не закрывают да не закрывают я думаю здесь не только не столько технические причины а вот желание в России сделать все наоборот по сравнению с украинскими властями там-то метро закрыли на всей территории Украины введен режим ЧС однако справедливости ради надо заметить что все это привело к набитым доверху до отказа маршруткам у нас такое было у нас такое есть только в часы пик пока еще но тем не менее власти Украины хоть что-то делают в отличие от Собяна который лишь красуется своими заявлениями что метро в Москве будет работать даже при землетрясении вот так вот так вот слова оленевода как его называют и вновь мы с вами прекрасно понимаем какое именно метро будет работать в любых ситуациях какое правильно метро 2 пока последнее Кремлевское сзадица не закроется в букер ну или не покидит столицу и все из-за коронавируса однако смертоносный непобедимый бациллий ковид-19 решение не закрывать метро только на руку оно годами будет перемещаться по линии московского метро по станциям ибо властям помты дороже здоровье граждан москва этот город из которого кто-то постоянно приезжает и уезжает хотя вот через две недели закроют наверное может быть нет но хотят так вот разнося бациллу по москве поэтому такое пристальное внимание к столице к ее метро а не только из-за статуса московские власти решением своим решением об не об не закрытие подчеркиваю метро хотят чтобы эта самая бацилла перемещалась в регионы в подмосковье ведь сейчас московское метро достигает подмосковье чтобы вот бацилла это ковид-19 ушла из москвы в подмосковье при помощи как раз чего правильно метрополитена поэтому не закрывают чтобы коронавирус ушел куда-нибудь в Жулевино а затем и в регионы по линии московского метрополитена плохо ли хорошо покажет лишь время как говорит начальник Собярина кровавый вождь России который сейчас спрятался на фонде дальше видно будет а пока что вперед москвичи на метро на метро пока еще не закрыли катайтесь с удовольствием что называется что там у нас что там у нас 48 минут понятненько российской помощи явно недостаточно получившая помощь от России Италия обратилась к Пентагону правительство Италии обратилось к министру обороны США Марку Эсперу с просьбой оказать военную помощь в борьбе с коронавирусом в частности Италия пользует США медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких то есть то что либо нет у России либо есть но в явном меньшинстве и как выясняется в следующей новости есть только у богачей так вот глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрни попросил прислать американских вирусологов к себе в Италию чем же его так не устроили российские вирусологи которых выставили порядки на 9 уже на 13 военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС России доставили в Италию в количестве 100 специалистов и на следующий же день премьер-министр Италии обратился к США остается только догадываться почему не помогли российские вирусологи но скорее всего они были профнепригодные что аж итальянскому министру что аж итальянскому министру обороны пришлось обращаться за помощью к США вопреки договоренностям президента Путина и премьера Конте и когда американские вирусологи будут подсчитывать подчищать вслед за российскими вирусологами итальянское овну то что то что мне подсказывает они его подчистят с блеском шиком с толком с установочкой это просто акулом на смех что после российских вирусологов Италия не нужна обращаться к американским вирусологам ибо российские вирусологи как выяснилось на Ставрополе могут только растасить заразу а не бороться с ней зато да какие понты у нас на бортах ее вратписи до итальянского из России с любовью на бортах Камазов которые должны были рассекать своими колесами итальянские города пока Италия на карантине прикреплены таблички с итальянским и российским флагом но не тут то было Италия взяла себя за ум и обратилась к американским вирусологам то есть обратилась к тому кому надо на этих табличках на Камазах был написан дружба с итальянским век оказалось что дружба дружбы но табачок то врусь когда дело доходит до смертоносной опасной инфекции от которой нет спасения во всем мире зовут на помощь почему-то не друзей Италии а реальных мировых специалистов в области вирусологии которые так получилось что живут и работают в США почему-то а не в России с другой с другой стороны Италия Италия подает сигнал бедствия всем странам которых хотя бы как Россия на словах заявляют что могут побороть коронавирус и страны действительно выстраиваются в очередь побольше считали сначала туда направились китайские специалисты у которых опыт борьбы с коронавирусом есть теперь наши спецопролители у которых нет опыта с коронавирусом зато есть великие панты санцеликова нашей нации со словами дескать а как же мы мы что не сможем слетать за госбюджет в Италию хоть и на карантин конечно же сможем и полетели в Италию короче ну и что же там вирус мы же вирусологи и должны помочь макаронникам в то время как у нас в самой России то есть оцените то есть вирусологи поехали ну так скажем на курорт это нельзя назвать курортом ну так скажем на курорт в Италию в то время как в России дефицит масок вот вы знаете что российские вирусологи первым делом что делали когда прилетели в Италию начали сшить защитные маски из марли то есть у нас даже защитных масок то есть у них даже защитных масок не было но их отправили в Италию наконять рейтинг обновленному сказочному президенту Путину который даже не заглянул в документы международной организации здравоохранения где что нам по белому написано не брать российских специалистов с дипломами в российских медвузов потому что ввиду их профнепригодности охрененная помощь считали одним словом что пришло сразу после этой помощи вызывать другую помощь причем знаете что пообещал Конте Путину Конте думал что она сейчас то есть помощь приедет из России что приедут из России мировые специалисты и за это Конте пообещал Путину признать Крым российским уж казалось бы не до Крыма сейчас а нет Путину важна международное признание Крыма российским даже на фоне бушующей эпидемии суперэпидемии пандемии во всем мире но Путин тоже хорош то есть Конте ну короче Путин вместо вирусовоков прислал курсантов училищ РКБЗ защиты и когда они уже пролетели в Италию Конте уже передумал и обратился за помощью к Соединенным Шатам Америки вот казалось бы всемирная эпидемия а Путину да я уже про Крым сказал Путин даже из всемирной пандемии устроил ненужный глупый пиар пиар на вирусе был пиар на крови сейчас стал пиар на вирусе послать медиков в Италии у которых нет опыта борьбы против этой заразы коронавируса которые сроду не видели современного медоборудования и не умеют им пользоваться как итог российские вирусологи привезут еще больше заразы из Италии так что лучше пусть там под облудением американских специалистов у которых которые отдают честь на улицах за спасение итальянцев и остаются о нашем говорят а итальянцы тем временем говорят вы что совсем что охренели у вас нет масок да те кто действительно вирусологи полетел в Италию у тех не было масок это просто позор позор России не то что в Украине где там всех пихают полиция не допускают полиция в транспорт и даже выпидывают ну и почему же все таки не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах в поликлиниках ответ прост их скупают богачи России богачи в России готовятся втихую спастись от коронавируса скупая все медицинское оборудование в частности аппараты искусственной вентиляции легких так необходимых при тяжелых случаях пневмонии и коронавируса богачи хотят так сказать создать домашние клиники это когда самые тяжелые операции проводятся дома не надо никуда ехать ни в поликлинику ни в больницу все есть дома у толстосумов России в общем в целом медицина в России никогда не отличалась демократичностью то есть равенством возможностей для всех даже в советское время для кого-то ожидали хороба спецучреждений как тогда их называли профилакторами и сюсюха медперсодала был найте вам таблеточку дорогой Леонид Ильич а для кого-то были доступны лишь даже не палаты а коридоры больниц и хамское обращение персонала мол больной не мешайте своим кашлям и насморкам здесь что же говорить сейчас когда для некоторых все все слышите все все оборудование больницы когда для некоторых все оборудование любой больницы доступно дома и они им пользуются не выходя из квартиры а кому-то ехать в областную больницу затыгивать земель сила рождает противодействие и уже вернуться не успеем как будут бегать специальные воры домашники явно левых коммунистических взглядов приносить в жилище больных минуя охрану проникать минуя охрану и отключать эти самые ЭВЛ от сети что в принципе показано в конце фильма каземные тузы где агент ФБР отключает главного мафиози от как раз ЭВЛ потому что понимает что этому самому мафиози удастся избежать суда но кому удастся избежать наземного суда тому не удастся избежать высшего суда так сказать и таким образом проявляется высшее правосудие это все в фильмах и сериалах а вот что будет в России цена аппарата ЭВЛ в России уже сейчас достигает 2 миллионов рублей за один аппарат космические деньги но это не самое главное а то что богачи даже не смогли убежать от развитого социализма то есть от гигантских очередей на эти самые аппараты их в России уже не осталось в свободной продаже Минзаф уже бросился успокаивать бедных мол покупка ЭВЛ лишена всякого смысла чтобы побороть любой вирус нужно не только ЭВЛ но и другое оборудование да и вообще если нет грамотного специалиста который может работать на аппарате ЭВЛ искусственной вентиляции легких то это все превращается в бесполезную трату денег но те кто способен купить аппарат ЭВЛ за 2 миллиона рублей для себя может купить и другое медицинское оборудование и оборудовать даже не квартиру а комнату по последнему слову медицинские техники в то время как бедным людям бедные люди могут себе позволить купить лишь гречку которая их якобы по заявлению Минздрава спасет от коронавируса но гречка А не спасет и Б не поможет скупая аппараты ЭВЛ богачи рушат российскую медицину которые так не в лучшей форме так в России на каждые 100 тысяч жителей примерно 30 аппаратов ЭВЛ но кто даст гарантию что эти 30 аппаратов ЭВЛ давно уже не распроданы и не распилены главврачами ибо даже сам владыка Палпатин то есть Путин предпочитает переждать эпидемию коронавируса находясь на Валдаре и он ждет свою эту самую вручку на поста президента ну вот звезды последний эпизод я тут недавно пересмотрел ну все как в России когда там Палпатин выходит ну что-то типа на подиум около ситки это же точно так же Путин выходит вышел на трибуну Госдумы ну это мы все так в пространство фильмов и сериалов переместились и отвлеклись от темы так вот Путин даже Путин предпочитает переждать эпидемию на Валдае покинув Москву с ее то уровнем медицины богаче сами того не ведая провоцируют толпу задыхающихся людей в России которые от коронавируса которые будут идти под пули рвать колючую проволоку сносить заборы вил яхты богачей выкапывать лужайки выносить напрочь окна и двери с требованием дайте дышать ну в общем короче будут отжимать ЭВЛ у богачей и прочее медоборудование и это уже не сценарий фантастического фильма а суровая российская реальность на российских же улицах где общего где уже без общего искового защитного костюма или в простонародье УЗК не выйдешь погулять уже сейчас в России коронавирус уже шагает по 18 блуждает по 18 регионам России и никто и ничто его не в силах пока еще остановить дальше больше спасутся только на Чукотке и в Ванадыре ну и еще может спасись кое-кто на Валдае что называется нам всем на зло так что а я ведь говорил не бойтесь коронавирус а меня чуть ли не матом посылали как в интернете так и на улице вот он вот он пришел все полный писяц вот такие вот итоги недели пока